Эмма Рабе Роберто Матеус Роберто Мол Даниэль Луго и другие В фильме «Королева сердец» Автор сценария Умберто Кика Оливьери, Марко Тулио Сакора Композитор Франциско Кабрукос Оператор Игнатио Гонсалес, Хуан Гонсалес Продюсер Эрнандо Фария Режиссер Тони Родригес А если это твой сын ухлёстывает за моей дочерью, а не наоборот? Хульетта, конечно, очень непослушная, своенравная, но она не вертихвостка. И не оскорбляй меня. Прошу тебя. Рамиру, ради бога, извини, у меня и в мыслях этого не было. Но ты пойми, это очень серьёзно. Рамиру, поговори с Хульеттой. Запрети ей встречаться с Федерико. Я прошу тебя, Рамиру. Твой муж подаёт плохой пример своему сыну. Надо будет объяснить ему, что есть женщины, до которых нельзя дотрагиваться. Рамиру, ты тоже ничему не научился. Если ты говоришь о себе, то ты единственная женщина, до которой мне всегда хотелось дотронуться. Ты для меня всё. Рамиру, не надо. Не приставай. Не надо. Я не могу смотреть на тебя спокойно. Ты же сама просила отвезти тебя туда, где нас никто не увидит. Посмотри, у меня мурашки по коже, я весь дрожу. Я хочу тебя. Я желаю тебя. Рамиру, не принуждай меня. Я этого не хочу. Не надо. Рамиру. Встретимся сегодня с Ломе. Сегодня? Нет. Зачем? Где? Я поговорю с дочерью, узнаю, что там у них. А вечером встретимся за клубом и поговорим обо всём обстоятельствием. Вечером, Соломе, ты будешь знать всё. Ты будешь всё знать. Всё. Всю правду. Сегодня вечером. Сегодня. Вот тебе яблочко, дорогая. И бокальчик вина. Прости, что не нашла красного. Не обижайся, ладно? Вот это тебе, дорогая. Сделай так, чтобы Федерико Сантос и близко не подходил к моей дочери. А то я на целый месяц подвешу тебя ногами вверх, и ты меня не увидишь даже через спутник. Сделай Хульетту невидимой для Федерико Сантоса. А если он к ней прикоснётся, накажи его инфекцией мучевого пузыря. Я так рада тебя видеть. Будет время, я покажу тебе всю библиотеку. Она чудесная. А это... Что за полоса? Присядь. А я тебе всё расскажу. Эта полоса – позор семьи. Мы часто ругаемся с Сойлой. Это моя оснаха. Ты же её знаешь. Знаю. И как вы терпите? У нас как в городе, дорогая. Когда всё хорошо, все ходят, где хотят. Но если что, то кону по одну сторону, а поса по другую. Стыд, конечно. Но помогает. Я должна вам признаться, Салвинсия. Я разочарована тем, что увидела в моём родном городе. И я тебя понимаю. Ты здесь родилась, но ты получила образование и преуспела в жизни. А Соломон тем временем пятился назад, как рак. И вовсе не потому, что настанет в воде. Но вы скажете. Салвинсия, вам удалось что-нибудь узнать? О человеке, которого звали Дьявол? Марлена, ты правда хочешь знать, что произошло? Да, хочу. Расскажите мне всё подробно. Я даже не сразу поверила, когда прочитала в Библии про царя Соломона. Так наш город назван в его честь? Я вижу. Ты теперь не только цветы Деве Марии приносишь, ты и Библию начала читать. Как же изменился город с приездом Марлены Паэльс? Как он изменился? Я сам его не узнаю. Нет, падре, не Марлены, а Сантьяго. Кого? Отца Сантьяго. Так это мы отцу Сантьяго обязаны тем, что ты читаешь Библию. Всё равно это чудо. Про царя Соломона я прочитала всё. Всё-таки город назван в его честь. Смешно, но факт. А ты читала что-нибудь про суд царя Соломона? Да, конечно, читала. Третья книга царств. Глава третья. Про тех женщин, что поругались из-за младенца. И царь Соломон приказал разрубить ребёнка пополам. И тогда его настоящая мать воспротивилась. Вы понимаете? А ведь здесь произошло то же самое. Только ни у кого не дрогнула рука. Взяли и разрезали. По-живому. Представляешь? Я копалась в бумагах мужа. И нашла вот это. Вот. Сейчас, сейчас. Это и есть Фульхенсио Круз. Дьявол. А знаешь, кто дал городу это название? Нет. Фульхенсио Круз. Да ну, Падре. Он же дьявол. А почему? Потому что он был уверен, что в недрах у нас настоящие копии царя Соломона. Понимаешь? Я очень рад. С тех пор, как ты познакомилась с Сантьяго, ты стала настоящей христианкой. Я очень рад. А знаете, что мне не нравится в Библии? Посты. Я читала, будто Иисус не ел целых сорок дней. Кстати, Падре. А что вы любите? Кто? Мы? Ну, вы и отец Сантьяго. Да, все, что поставят на стол. Все. А Сантьяго... Сантьяго даже не знаю. Не знаю. Что-нибудь мексиканское, наверное. Да, наверное, что-нибудь мексиканское. Привет, Сантьяго. Здравствуй. Отец Сантьяго, можно спросить. Правда, что у царицы Савской и у царя Соломона был роман? Почему ты спрашиваешь, Миссалена? Я читаю Библию. И... Отец Сантьяго, что это? Кольцо? Вот это? Да. Это мне с дипломом вручили. С каким дипломом? А как ты думаешь, Миссалена? С дипломом космонавта. Ну да, в семинаре. А раньше я его не видела. А что тут написано? Можно посмотреть? Потом, Миссалена, потом. Передовые технологии. И ничего, Маскера? Да ты вообще-то инженер. Ты сам утверждал, что из этой скважины мы будем качать нефть до 3000 года. Нефть есть, нефти много. Просто скважина истощилась. Надо переключаться на вторую скважину. А во второй тоже нефти кот наплакал. Как это кот наплакал? Минуточку. Я бесплатно не работаю. Сначала договоримся. О чем тут договариваются? Минутку, Рамира. Фонсека, вы нам нужны. Мы поставим вас во главе нефтеразработок. Назовите сумму. Мы спорить не будем. У меня большие запросы. Не мнитесь, назовите сумму, и мы тут же подписываем контракт. Я за зарплату не работаю, сеньор. Я уже давно ни на кого не работаю по найму. Акции. Сеньоры, мне нужны акции этой компании. Что? Что такое акции компании, которые вот-вот лопнут? Взгляните правде в глаза. Я прошу вас акции разорившейся компании. Можно поторговаться? С ума сошел. Какой тут торг? Где ты возьмешь акции? Слушайте, Фонсека, будьте реалистом. Будьте разумны. Я вполне разумен. Так что думайте. А потом поговорим. Аревидерчи. Кем он себя возомнил, этот одноглазый? Я условий не принимаю ни от кого. Я Рамира Вегас. Никаких условий. Да? А на какие шиши ты будешь проводить свою избирательную кампанию? Подумай, Рамира. Подумай, иначе условия тебе будет ставить Адила Сантос. Ты сам открываешь ему двери. Своими собственными руками. Пока. До свидания. До свидания. Соломея. Вертудес. Что с тобой, дорогая? Ты здорова? Ты что-то бредна. Я прекрасно себя чувствую, Вертудес. Правда? Спасибо. Прическу делать пришла? Да. Давно пора. Если честно, то эта прическа тебе никогда не шла. Ты так думаешь? Да. А мужу очень нравится. Да что ты. Хотя ты еще привлекательна, несмотря на годы. Что это с тобой? А что? Столько грима тебе не к лицу. А ведь в молодости у тебя была такая упругая кожа. Очень хорошо, что мы встретились. Мне надо с тобой поговорить. Я очень обеспокоена. Пойдем. Ты же знаешь, я всегда говорю правду в глаза. Кому-то это не нравится. Но что поделаешь? Мне жаль таких людей. Вертудес, что? Мне тоже надо с тобой поговорить. Я тебя слушаю. Нет, ты первая. Нет, Саламе, ты первая. Нет, ты. Нет, ты первая. Ну ладно. Нет, я. Нет уж, тогда я. Федерико, твой сын, перешел все границы. В прямом смысле. Это уже не шутки. Он ухаживает за моей дочерью. Так что принимай меры. А доказательства у тебя есть? Конечно. Твоя дочь отнекивается. Твой сын тоже. На его тощей шейке я увидела цепочку, а на ней полсердечка. Точно такую же, как у Хульетте. Полсердечка. Совсем как у этих девочек. Он как у тех. Видишь? В кану-ка девочки тоже с такими ходят. Посмотри. У него такой же. Суламея. Это же мода. Слава Богу, Вертудас. Что? Слава Богу. Вот в костюме он был на свадьбе моряки. Это Пэрис. Так так. Нет, вы только посмотрите. И для кого это она так прихорашивается? Уж точно не для меня. Боже, отведи от меня этот взгляд. Неужели он? Нет, откуда ему знать, что у меня свидание с Рамиро? Давно ты так не одевалась. Ну, что ты говоришь. Какое неуважение к женщине. Святая Дева, надеюсь, у Адилы другой одеколон. От этого запаха можно задохнуться. Ты что-то сказала, Вертудас? Нет, дорогой. Ты кого-то хочешь уморить? Это ужасно. Уморить, Вертудас? Бюджет пробуксовывает. Бюджет пробуксовывает. У нас срочное совещание. А ты куда собралась в таком наряде? На дамское католическое собрание. Куда же еще? Они собираются приветствовать Марлена, так что придется идти. Странно. Импортный одеколон? А что делать? На одеколон из лавки Сойлы у меня аллергия. Ужас какой-то. Соломе набожна. Но если она узнает про свидание с Вертудас, проливной дождь покажется Соломону детской забавой. Боже, спаси меня. Что-то я ничего не понимаю. Не понимаешь? А чего тут не понимать? Вызли портного, спроси. Но одно точно, я сгорю от стыда. Как можно не верить собственной жене? Может, и мне кого позвать? Не галстук, а коровий язык. КОНЕЦ 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 Марлена? Я могу тебе помочь? Нет. Извини. Я помешала твоей молитве. Прости. Ничего. Я думал о нас. Ты копалась в моих пощах. ПОНЕЦ Все не так. Нет, нет. Я тебя ни в чем не виню. Было время, когда твои вещи и мои вещи были нашими вещами. Это было прекрасно. Это было прекрасно, и я... Так вот, дело в том, что мы с тобой так и не поставили точку в наших отношениях. ПОНЕЦ Это верно. Я была лишена такой возможности. Ты права. Я поступил как трус, Марлена. Я не оставил тебя. Я от тебя бежал. Вот почему, даже по прошествии стольких лет, каждый из нас готов упрекнуть другого. Сделать ему больно, как ты мне сегодня. Ты это заслужил. Ты мне солгал, Сантьяго. И ты до сих пор лжешь, хоть ты теперь и священник. Марлена, этому нужно положить конец. Когда ты вошла, я думал об этом. Мы не поставили точку. И сейчас самое время это сделать. Вспомним вечер, когда мы обручились и любили друг друга. Королева сердец. Зачем Сантьяго? Все просто, Марлена. Вспомним тот вечер, когда мы прощались. Здесь. Сейчас. У этого алтаря. Пред Господом. Вспомним. Я думала, что никогда не полюблю. В тот день я была счастлива, потому что мы обручились. Мы не были похожи на влюбленных, мечтающих о собственном доме. Мы были одни на целом свете. Мы учились любить друг друга. Так все было? И я рассказал тебе о своих чувствах. Но я не имел на них права. Это было моей ошибкой, Марлена. И потому я прошу тебя прийти сегодня вечером сюда. Положим на этот алтарь наши воспоминания. Фотографии. Письма. Все. И порвем их, как разводящаяся супружеская чета. В этом нет необходимости. Есть, Марлена. Мне это необходимо. Мы должны поставить точку. Пульетта, ты что? Рассказывай, в чем дело? Не молчи, пожалуйста. Рассказывай. Ну же, говори. Что произошло? Даже не представляю. Что будет, если папа узнает? Он просто убьет меня. Он убьет меня. Убьет. Перестань. Я умру. Без Федерико я умру. Не переживай. И потише. А то все услышат. Послушай. У нас пока все прекрасно получается. Пора приступать ко второй части нашего плана. Что? Какой части? Все очень просто. Первым делом мы их окончательно запутали с сердечками. Так? Так. Они уже сомневаются. Остается лишь окончательно развеять их сомнения. Ну и что? Надо найти козла отпущения и окончательно их запутать. Что? Я ничего не поняла. Все очень просто. Подцепишь первого попавшегося дурачка. Претендент есть? Сма сошла. Федерико меня убьет. И в заключении послушайте сладкий голос Солидар Браво с песней «Если есть любовь». Ну и что? Что, что, Бартула? Это все не просто так. Ты бы видел, как на меня смотрел Федерико, когда дарил мне это сердечко. А вот Хульетта не отважилась. Все просто. Инициатива должна исходить от мужчины. Ты в облаках, что ли, витаешь? Хульетта такая утонченная, такая хрупкая. А я просто сын соседей. И если бы не твои родители, я был бы все равно, что собачка твоей матери. Ну, не знаю. Перестань, Бартула. Хульетта не стала бы тебе ничего посылать просто так. Она не такая дура. Скажи спасибо, что у тебя есть я, Бартула. Слушай, что надо делать. Оденься получше, волосы причеши, А то у тебя там черти что. И вперед. Встань перед Хульеттой И прочитай ей мое стихотворение. Если бы не ты, Я бы эту твою Хульетту Просто отравила бы. Чего не сделаешь для друга? Тебя преследовали кошмары. Трагедия твоих родителей Сказалась на всей твоей жизни. К нам это не имеет никакого отношения. Их ведь так и не похоронили, Марлена. Ты не имела возможности выплакать свое горе. Эта боль, эти слезы, горят у тебя в груди. Понимал бы что-нибудь. Понимаю. И прошел через нечто подобное. Мои родители тоже трагически погибли. Я знаю, Марлена. Мы встретились с тобой и полюбили по воле Божьей. Так ему было угодно. Он свел нас, чтобы мы поделились своей болью, своим счастьем и любовью, Марлена. И мы утвердились как люди. Нам это помогло. Тогда почему ты оборвала-то? Почему ты все от меня скрываешь? Ты никогда не рассказывала мне про родителей. Почему ты так загадочно исчез, Сантьяго? Ты предлагаешь завершить наши отношения. Но мы с тобой не подростки. Разорвать фотографии – это еще не все. Мне этого мало. Мне нужно объяснение. Пожалуйста, Сантьяго. Я могу придумать его прямо сейчас. Но я этого не хочу. Пойми же, то, что между нами было, более не может продолжаться. Это догма веры? Это действительность. Неумолимая действительность. И никаких объяснений? Никаких объяснений. Но у меня есть просьба, Марлена. Уважай мое призвание и мою веру. Я приехал сюда с определенной миссией. Ради нее я живу. И я молю тебя во имя нашей прежней любви. Освободи меня от того, что между нами было. Освободи меня от чувства вины, Марлена. Подари мне прощение. Покончим с этим раз и навсегда. И умереть у ног твоих, коль ты того захочешь. Да, именно так. Спасибо, очень красиво, Бартола. Подожди, я еще не закончил. Да? Я возьму его с собой и почитаю дома. И перепишу в дневник. И спрячу в ящик. Среди твоих вещей? Да? Да. Да, конечно. Постой. Можно я тебя провожу? Нет, нет. Не стоит. Не беспокойся. Ну ладно. Если хочешь. Хочу. А можно я к тебе как-нибудь зайду? Можно, только не каждый день. Объясни же. Кто передал тебе письмо? Я тебе все сказала, Федерико. Она очень застенчивая и скромная. Я не могу назвать ее имя. Читай скорее. А почему оно так пахнет? Надушина. Читай же. Сейчас. Мой милый и дорогой. Дорогой. Да кто это писал? А что смешного, Федерико? Что тебе не нравится? Как что? Милый пишется с буквы «ы», а в дорогом две буквы «о». Безумная любовь гложет мне сердце. Да кто же это писал? Она даже орфографии не знает. Может, она и школу не закончила, но это ничего не значит. Да? Школу не закончила? А может быть, она еще ребенок? Она очень молодая, но зрелая. Просто у нее нет вкуса. Слушай, дульцы. Не позволяй этой дуре, кто бы она ни была, пользоваться тобой, как почтальон. Если ей надо мне что-то сказать, то отправь ее прямо ко мне, понятно? Вот, возьми. Купи наклейки для своего альбома с футболистами. У тебя там кого-то не хватает. Деньги? Я тебе не ребенок. Мне некогда такой ерундой заниматься. Возьми свои вонючие деньги и возьми пару уроков хороших манер, понял? А у меня только батистута не хватает. И он намного симпатичнее тебя. Дурак. Хорошо, что ты пришел. У меня для тебя новости. Что ты узнал? Пролез в компанию? Только спокойно. Не гони лошадей. Может, выпьешь? Конечно, выпьешь. Текила никогда не помешает. Вот. Угощайся. Я не хочу, чтобы меня здесь видели. Рассказывай. Ты, главное, успокойся. Смотри, не ошибись. Я тебя знаю. Ты копия отца. Я начинаю нервничать и спириту. Рассказывай, что ты узнал. Послушай. Со скважиной у них неожиданные трудности. А я единственный, кто может им помочь. И они это прекрасно сознают. Ну и? Для начала я отказался от зарплаты и потребовал часть акций компании. По-моему, я правильно придумал. Очень хорошо. Только рассказывай, что ты узнал. Не спеши. Выпей еще. Мы переходим к самой приятной части. Но я еще раз тебя прошу. Не соверши ошибку и не испорти все дело. Ну и спириту. Сколько ты будешь ходить вокруг да около? Что ты узнал? Почему ты стал священником? Почему? Этот вопрос будет мучить меня до самой смерти. Почему? А мне кажется, Марлене, ты так переживаешь, потому что ты его еще любишь. Вот в чем дело. Боже. И ты бессильна что-либо сделать, если, конечно, не хочешь... Но я так не думаю. Мне кажется, Сантьяго хочет, чтобы ты дала ему шанс сказать и сделать то, что он не успел сделать и сказать тогда. Катя, это просто игра. Называй, как хочешь. Игра. Попробуй в нее сыграть. Принеси ему все, что у тебя осталось. И порви с ним окончательно. А самое главное, Марлене, позволь ему порвать с тобой. То, что не случилось раньше, должно случиться сейчас. Я не узнаю, почему. Может, после того, как вы поставите точку, ты сможешь стать ему другом. Близким другом. Может, тогда он расскажет тебе то, о чем молчал до сих пор. Тебе так не кажется? Подумай об этом. Подумай. Маскера, руководитель компании, был вынужден проконсультироваться относительно меня с шефом. И кто же его шеф? Он и есть владелец скважины? Именно. В худшем случае, он основной держатель акций. Хотя, я сомневаюсь, что у него есть 2-3 миллиона долларов, чтобы приступить к экспорту. Кто он? Пообещай, что ты не поставишь под удар нашу операцию. Слушай меня внимательно, Сантьяго. Либо ты вернешь себе скважину, которая хранит в себе огромное состояние, либо ты профукаешь его на мелкую месть. Решать тебе. Я священник. И ты это знаешь. Я не убийца из пирога. Хорошо. Это мне нравится, Сантьяго. Потому что тебе понадобится много любви к ближнему, много веры и, прежде всего, терпения. Так кому принадлежит скважина? Знаешь, сейчас мне кажется, что твоего отца линчевали не только за то, что он убил родителей девушки, которую ты так любишь. Его убили из-за земли. И знаешь, кто это сделал? Один из мэров. А может, оба сразу? Но скважина принадлежит Рамиру Вегасу. Несправедливо. Несправедливо, что его убили без суда. Его сожгли не только для того, чтобы наказать. Его сожгли заживо, чтобы отобрать землю. У Фульхенсио Круса. Вот в чем причина. Вот в чем главная причина его смерти. Ты куда? Глупости я не наделаю. Я просто чуть все ускорю. Послушайся. Королева сердец. Гadesа Курас. Галыш. 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 Мечур. Ветер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не надо Что? Разве можно так пугать? В следующий раз я тебя напугаю Если он будет этот раз Перестань Перестань Федерико меня не слушает Он уже совсем взрослый, но Хульетта должна тебя слушать Я же сказал, я с ней поговорю Да не дрожи ты Мне так нравится, когда ты дрожишь Не надо Цыпленочек мой, киска моя, паучок мой Адилла Не называй меня насекомым И цыпленком тоже Пусти Пусти Ты говорил с Федерико? Нет пока Но ты же знаешь, я все утрясу Нет Ей-богу Тортик мой С сиропчиком Нет, нет, Ромиро Нельзя Нельзя Ты заманил меня сюда обманом Мне даже пришлось врать мужу Нет Почему обманом? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь Пусти, Ромиро Пусти Да я тебя и не трогал Ну и что? Нет, нельзя А если Адилла узнает? Не надо так Нет, Ромиро Нет Что? В чем дело? Адилла, какое чудо Киска Пожалей меня Я больше не могу Не могу больше Ты сводишь меня с ума Ты такой страстный Я становлюсь такой же Знаешь что? Надо быть поосторожнее Ромиро что-то подозревает Да что там было? Почему ты закричала? Змея Огромная змея Она меня Чуть не укусила Со мной тебе нечего бояться? Ну да, конечно Ты сам под потолок взвелся Побыстрее Не дай бог Ромиро увидит Быстрее Не спрашивай меня больше ни о чем Едем домой Господи, не допусти, чтобы Адилла вернулся домой раньше меня Святая Мария Кто это? Неужели это он? 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 Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс По заказу телесети ТНТ Режиссер Наталья Пиунова Звукорежиссер Юрий Федоров Перевод Александра Базина Текст читали Любовь Германова, Ирина Губанова, Александр Дик и Александр Белый Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин